Массовая потеря генералов в Украине. Возобновлено наступление на Харьков российскими войсками. Елена Еленская в интервью изданию Guardian заявила, что Зеленский никогда не врет и не манипулирует в своих роликах и речи все свои запоминает. Хитрости военкомов в Украине и почему некоторые не числятся в армии. Ну а также Верховная Рада вдруг запретила публичное использование русского языка, а также завоз книг в Беларуси и с Россией. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только. 19 июня в 18.00. И начну я с находчивых военкомов в Украине, которые придумывают все новые и новые способы в поисках и задержании призывников. Соответствующее видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. Просто военком переодевается в гражданское, пристраивается на общественного транспорта остановку, ждет пока скопится определенное количество людей перед автобусом и вручает всем повестки. А также военкомы придумали способ, как ставить определенную печать, так, чтобы человек не числился на учете в военкомате, не числился вообще в армии, дабы потом не выплачивать, если что-то произойдет. Ну и различные другие инновации. Все это можно посмотреть в полном объеме на моем телеграм-канале, ну потому что здесь разбил свободу и слово и демократии. А ссылка под видео. Но находчивые граждане Украины тоже придумывают способы, как, собственно, это все обходить. В том числе появились телеграм-каналы, которые рассказывают, как правильно и где правильно гулять, чтобы не встретиться с военкомами. Ну а тем временем трагически поступают данные по ВСУ даже генералам небезопасно на фронте. Согласно нескольким сообщениям, до 50 генералов и других бойцов-офицеров ВСУ при атаке на один из командных центров на Днепропетровщине погибли. Ждем официальной информации от генштаба ВСУ. Но также сообщается, что погиб один из основателей нацбатов. Основатель легиона свободы погиб на Изюмском направлении, как сообщают украинские телеграм-каналы. И тем временем сообщается о том, что российская армия начала опять наступление на Харьков. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. По его словам, обстановка к северу от города вновь достаточно сложная. Ну вот другой украинский чиновник в Фейсбуке сообщил о своем наступлении в Фейсбуке. И подвинулись на Мелитопольском направлении, и даже близко подошли к Херсону. Но в Фейсбуке можно подойти куда угодно очень близко. Вот с места такого, естественно, не подтверждают. Но сейчас, друзья, к самому правдивому президенту в мире, самому влиятельному человеку в мире по версию издания Time Еленскому. Так вот, его жена Елена Еленская сообщила изданию Guardian, что оказывается, он никогда не врет и не манипулирует в своих видео. А также все тексты он запоминает и чуть ли не сам пишет. Все верят просто, особенно после того, как видели не раз различные суфлеры, да, с которых читал Зеленский. Ну а также различные его не манипулируют, вообще ничего. Это также могут подтвердить миллионы в прошлом его избирателей. А тем временем Верховная Рада 303 голосами голосует за запрещение использования русских песен в публичном общественном пространстве. Ну а также за ввоз книг, изданных в России и Белоруссии. Это тоже, наверное, исполнение воли избирателей, которые как раз-таки голосовали вроде бы как за обратное при голосовании за Зеленского как президента и при голосовании за слуг народа как депутатов. Никакого обмана прям, никаких манипуляций. Кстати, что вы думаете по этому поводу, можете написать в комментариях. Я, кстати, на телеграм-канал выложу эксклюзивный ролик с некоторыми мыслями по Украине. Так что можете перейти, ознакомиться. На этом пока все. Дальше будет... Продолжение следует...